Библиотека номер 7 посёлка Маймаксанского лесного порта предлагает вашему вниманию видеообзор «Любимые питомцы Веры Чаплины». Жизнь и творчество детской писательницы неразрывно связаны с московским зоопарком. Ни одно поколение выросло на книгах Веры Чаплиной. Много раз у Веры Чаплиной интересовались тем, почему она не пишет рассказы о людях. Чаще всего она переводила всё в шутку и говорила, что характер человека можно познать через его отношение к животным. Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. Судьба писательницы сложилась так, что даже будучи очень добрым человеком, она просто не могла сказать ничего хорошего о людях. Десятилетней девочкой Вера попала в детский дом. В детском доме она умудрялась держать котят, щенят и птенцов. Она прятала их от воспитателей ночью, а днём уносила в сад. Любовь к животным, а также ответственность за их жизни воспитали в девочке умение преодолевать трудности. Эти черты и определили творческий и жизненный путь Веры Чаплиной. Прошли годы, Вера Чаплина стала описывать свой опыт, и первые рассказы о её питомцах, опубликованные в журнале «Юный натуралист», вызвали такой интерес, что издательство предложило ей написать книгу. Правда, сборником рассказов «Малыши с зелёной площадки» писательница была недовольна и совершенно его переработала. Вторая книга «Мои воспитанники» сразу стала очень популярной, вызвала отклик в Америке и была напечатана в Лондоне. Вошедшие в этот сборник рассказы обнаружили особый стиль писательницы, стали одними из самых удачных в её творчестве. Особенно это относится к таким произведениям, как «Лоська», «Арго», «Тюлька» и другие. Наиболее интересные рассказы Вера Чаплина собрала в книгу «Питомцы зоопарка». Автор увлекательно рассказывает о своих воспитанниках в московском зоопарке, о волчонке Арго, ставшем кинозвездой, о хитром лисёнке Куцем, который умудрялся убегать из любой клетки, о могучем и коварном слоне Шанго, о свирепом тигре Раджи и его верной подруге Тигрице Баядерке, о многих других животных, питомцах московского зоопарка. «Кинули» – это рассказ о маленькой львице, воспитаннице Веры Чаплиной. Назвали её так, потому что львицу бросила мама. Вера Чаплина кормила из соски крошечную львицу, согревала мехом свои шубы, дежурила около её ночи напролёт и, наконец, выходила. Почти полтора года львица жила в московской коммунальной квартире, играла в мяч, ходила на прогулки, снималась в кино. И вся страна с изумлением и радостью следила, как она подрастает, и ждала, что же будет дальше. Книга «Медвежонок, рыдчик и его товарищи» написана специально для малышей, простым доступным языком. Маленького медвежонка привезли в зоопарк и поселили его на площадке молодняка. Он подружился с разными животными – козочкой, волчонком, лисёнком, но более всего с собакой Лаской. Как и все малыши, рыдчик любил шалить, играть и с удовольствием пил молоко. С наступлением холодов площадка закрылась, и зверят разлучили. У Ласки появился новый хозяин. Рычик страдал, потеряв подругу. К счастью, весной хозяин Ласки пришёл вместе с ней в зоопарк. Друзья увидели друг друга, и стало ясно, что их нельзя разлучать. Ласка осталась в зоопарке. Однажды на площадку молодняка принесли маленького медвежонка. Там его встретила зоотехник Лена. Она посмотрела на медвежонка и сказала, что ему надо дать кличку. А вот какую – никак не могла придумать. Снежинка есть, звёздочка есть, пушок есть. А малыш сидит в ящике и молчит. Погладила его Лена и говорит, ишь, какой пушистый да тёпленький, словно варежка пуховая. Вот и назовём тебя варежкой. Так и написала в журнал белый медвежонок-варежка. Поучительная сказка про маленького зверька, который жил в обычной московской семье до осени. Ная – это выдрёнок. Туловище у Найи длинное и гибкое, словно без костей. Головка приплюснутая, похожа на змеиную, и маленькие, как бусинки, глаза. Если разбирать по отдельности, Ная могла показаться просто уродкой. Но покрытая пушистой, шёрсткой, она была такая хорошенькая, что каждому хотелось её приласкать. И Ная стала настоящим другом семьи и мальчика Толи. Цикл рассказов Веры Чаплиной о лесных жителях, как лиса в лесу живёт, как медведь в лесу живёт, как заяц в лесу живёт, можно назвать научно-популярными книгами для детей. Жизнь лесных обитателей предстаёт перед нами на фоне всех времён года. Здесь можно узнать и о повадках зверей, и о соседях по лесной чаще, и о том, как они растят своих детёнышей, как зайчата, лесята, медвежата становятся самостоятельными. Написанные увлекательно, с тонким юмором рассказы Верой Чаплиной учат ребят по-доброму, терпеливо и ответственно относиться к братьям нашим меньшим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...